Армяне не хотят жить в мире, а виноваты азербайджанцы. Азербайджан предложил своим соседям после второй Карабахской войны подумать над развитием региона, двигаться в будущее, но армянам это не нужно. В Армении продолжают утверждать, что в Азербайджане проповедуется идеология армяноненавистничества. Понятно, что делается это для того, чтобы поддерживать в армянах веру. Азербайджанцы это враги, ни о каком примирении и речи быть не может. Обожаю читать новости армянских СМИ. Если у вас нет настроения, если вы находитесь в состоянии депрессии, то мой вам совет, штудируйте новости армянских медиа, задав поиск на высказывания омбудсмена Армении Армана Татаяна. Не знаю, был ли он членом армянской команды КВН новые армяне или нет, но юморист он еще тот. Хотя он больше походит на клоуна, который пытается рассмешить зрителей, но удается ему это с трудом. На днях сей клоун выступил с очередным сенсационным разоблачением, суть которых сводится к доказательствам того, что в Азербайджане проповедуется идеология армяноненавистничества. Давайте пройдемся по этим доказательствам, которые нашли свое отражение в заявлении Армана Татаяна. Кстати, эти доказательства основываются на выступлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева. Итак, в заявлении омбудсмена говорится. Это отрывки из выступления президента Азербайджана на съезде партии Эни Азербайджан 5 марта. Это выступление заставляет задаться вопросом, кто на самом деле говорит на языке фашизма и каков будет мир в условиях, когда президент страны с гордостью подчеркивает, что целое поколение полно ненависти к Армении и к ее народу. Молодое поколение выросло с чувством ненависти к врагу. Именно это молодое поколение освободило наши земли от оккупантов. Сейчас Армения находится в изолированном состоянии, а мы построили очень эффективные, дружеские, теплые отношения с нашими соседями. И это также было подготовкой. Хочу прямо сказать, что если бы в этой сфере не велось никаких работ, во второй Карабахской войне могли бы возникнуть трудности. А Армения сама себя изолировала. То есть мы изолировали ее от всех региональных проектов, нефтегазовых проектов. Мы разрушили ее экономику. Мы можем с гордостью об этом сказать. Любой независимый экономический эксперт может сказать, что мы главный фактор. Мы сделали Армению неопределенной, нестабильной страной без будущего. Там возникли демографические проблемы, которые привели к ограничению экономического рынка. Арман Татаян никогда не производил впечатление человека хотя бы со средним IQ. Но данное заявление и вовсе опустило его на дно человеческого интеллекта. Подумайте сами, как может молодое или немолодое поколение относиться к врагу иначе, как к чувствам ненависти. Согласно одной лишь извилине Татаяна, которая при детальном изучении является следом от удара лопаты, мы должны любить врага. Мы понимаем, что Татаян, как истинный христианин пытается внедрить в мозги международному сообществу тезис пророка Исы «ударили по правой щеке, подставь левую». Однако он забыл другую заповедь из Библии «Око за око». И это око армянских оккупантов азербайджанские воины выкололи. А дальше речь Татаяна и вовсе пронизана чушью. Президент Азербайджана констатировал факт, Армения сама себя изолировала от всех региональных проектов, сделав себя изгоем. Резюмируя, хотим задать вопрос Татаяну. Где это он узрел язык фашизма? А если он против того, чтобы оккупанты были изгнаны с азербайджанских земель, то вопросов больше нет. Хотя нет, есть маленький вопрос. Барон Татаян, в период Великой Отечественной войны советские воины освобождали свои земли от немецких захватчиков. Значит, они что, фашисты? Зардуш Тализаде. У Армении не хватит ни воли, ни сил вести новую войну. Азербайджанский эксперт заявляет, что Азербайджан продолжит модернизировать и держать боеспособной свою армию. В Армении продолжается глубокий политический кризис, вызванный поражением в 44-дневной войне. Каждый день на улице Еревана выходят противники действующего премьер-министра Никола Пашиняна, которого называют главным виновником поражения. К власти в Армении также стремятся прийти реваншистские силы, в случае успеха которых некоторые эксперты прогнозируют Третью Карабахскую войну. Комментируя азербайджанским журналистам эти прогнозы, известный политолог Зардуш Тализаде отметил, что Армения разгромлена и воевать не сможет. У Армении не хватит ни воли, ни возможности вести повторную войну. Что касается планируемых в Азербайджане учений, то открыто говорилось о реформировании армии. Азербайджанская армия была построена по модели советской армии, а теперь мы перешли на турецкую модель, поэтому необходимо проводить учения, сказал он. Зардуш Тализаде также прокомментировал проводимые организационные кадровые назначения. Это нужно и в этом ничего нет необычного. Напомним, что согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 15 марта в Азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением вида войск. К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Азербайджан напоминает Армении, Зангизур, наша историческая земля. Для Баку важно открытие сухопутного коридора из Азербайджана через Армению и Нахчеван в Турцию. Азербайджан никогда не высказывал никаких территориальных претензий к Армении, но напоминал об исторической составляющей. Заявление президента Ильхама Алиева на пресс-конференции, во время которой он открыто заявил, говоря о транспортном коридоре в Нахчеван, что Зангизур – это историческая область Азербайджана, не является признаком каких-то территориальных претензий к Армении. Об этом сказал азербайджанский политолог Фархад Мамедов. Он отметил, что Зангизур – это и есть историческая территория Азербайджана, ныне являющаяся частью Армении. Азербайджан никогда не высказывал никаких территориальных претензий к Армении и всегда говорил о территориях только в историческом срезе. Тут главное – это вывод из сухопутной блокады Нахчеванской автономной республики, открытие сухопутного выхода для Азербайджана на Турцию. Выгодно это и для России, и даже для самой Армении, потому что она получает железнодорожный доступ на российский рынок, на рынок Евразийского союза, а через Нахчеванский участок железной дороги на Иран, подчеркнул эксперт. По мнению политолога, данный транспортный коридор выгоден всем сторонам. Главным условием Баку является признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана и сотрудничества в таких проектах, как Зангизурский коридор, подытожил собеседник.